так ну ладно еще раз повторю ключевую инфу это 12 часть трансляции мультиплеера legacy of the boy играем строка в знакомиться с мультиплеером чатику привет и трансляции на twitch все еще а нет все остаться поменялся значит пойдет сейчас да пошло отлично неплохой был проделан путь not 11 частей было давно не играл starcraft вспомнил что в heart of the swarm играл только в самом начале и как бы даже там пару раз просто прошел отборочный дальше не играл то есть фактически пропустил целый эдон но legacy of the void понравился тем более эта компания протасовская здесь и компания хорошие юниты интересным в общем макер где живешь москве район я не в москве белгороде сейчас живу и так у нас профессионал из клана number его звать бал грим бал грим карта сумречные башни что-то мне не нравится за столом тут неправильно как-то сижу что-то поменялось кажется его отодвинули надо повернуть его по часовой стрелке ладно после следующей игры сделаю good date было три части 4 будет на следующей неделе анонс так что следите скажу на раннюю разведку сильные потери по ресурсам нет то что здесь уже и так как бы 13 14 15 16 рабочих добывает а знание о том что у противника на мэне ну начиная от базы там гейт фаржа прокси может быть какой-то может быть там вообще нет гейта и он например выходит в нычку это очень важно особенно на дуэльных карт там где ты реально можешь что-то что-то быстро сделать опа так на него на рампе застройка и как мы видим с вами фаржа чуть не обратил внимание на фаржу и почему-то я не проверяю опасные места он слева скорее всего здесь застраивает меня нет а вон сверху так могу не успеть да да уже дам но на самом деле все нормально потому что потонка убила четырех рабов а его траты 3 пилона 3 отмененных фатонки все нормально едем дальше проверка не поможет почти везде можно за минералами застроить горит смайл ну бас во первых да ты видишь фаржу и ты понимаешь что то пробка которая ходит у тебя в минералах это не просто пробка которая ходит в минералах эта пробка который может зайти за минерал и поставить пилоны то есть одно дело когда ты видишь гейты у тебя ходит пробка в минералах когда ты видишь фаржу у тебя пробка ходит минералах сразу посылаешь на нее ставишь за свои минералы рабочего чтобы он сделал пилон на всякий случай чтобы застройка не удалось и все эксперт зерк мало тебя в фа катали да еще один протос та же самая карта поехали ой не та же самая похоже не смайло неплохо в фа играет go duel горит револьвер в кваку вторую третью вообще изи катну тебя на баз дюк нюкин дюна 2 он даже не знает что дюне 2 сетевого режима нет так протос разведка забыл я после гейта это сделал молодые дерзкие опа опять ранее разведка это не тот ли самый нет что они хотят вообще кто все эти люди да это точно застройка опять какой-то нелепый вообще товарищ попилюка и и она кей это пожалуйста это строй сколько влезет ничего нас тут надо раскликаться так видим гейт киберне . пошла так давайте посмотрим что у него по по газу 1 2 окей то есть он базу сам не ставит пока газилка у него поздно они как не ставить базу пожалуйста что-то я ступил так короче мне нужно во первых выходить самому на нычку сюда здесь скоро полетела сразу же тут адепт пошел сразу же сюда куда-нибудь тут мы ориентировочно строим пилоны тут выходим на базу ага маленьк узнал а ты конечно пусть сюда и и раз и вас тряс ты на так ты так ты так ты так блин как я криво все делают ну я пилюсь с ним ты вали пожалуйста есть отменю а тут все пилоны как стоят скажи мне не как удачи блин где же там усё что ли обнаглели в конец люди расслабились без бобра до расслабились совсем две такие халявные игры странно ну он рассчитывал что на рампе у него застройка типа но адепты проходят за счет двух бараков ну то есть что их два не один он отобьется но он не поставил не сделал кору и не сделал пилоны на нычках если вы играете в эксп в пвп первое что нужно сделать на первый же газ после кибернетки это собственно кору потому что она значительно эффективнее при правильно поставленных пилонах чем один сталкер два сталкера 3 пилон под оверчарджем три сталкера не убьют и как бы я думал сначала ему базу отменить а потом хопа и у него пилонов нет за минералами на мэне вообще странный какой то всем добрый вечер вроде адептов еще не поменяли тип брони на тяжелый ну по крайней мере я слышал что патч еще не выключен могу ошибаться опять он и та же карт посмотрим респы только другим гл говорит он youtube такие игры они в них есть минус они не дают тебе раз это самое практики то есть ты не не раскликиваешься и плюс ты быстро повышаешь рейтинг а мне это вредно потому что скоро начнут давать противников которые но не на халяву повыигрывали не быстро повыигрывали а нормально это как бы ну и сразу будет сложнее потому что там же пацаны и такие разогретые макать его доту вернуться там говорит движок обновили так давно уже медленный так у него опять та же самая хрень похожим до обнаглел ну пока еще не обнаглел посмотрим как он на этот раз будет реагировать как он будет ставить пилоны кибернетку надо не забыть сейчас быстренько поставить но я пока не буду отказываться от своего плана первоначального можно было кстати зелка подстроить 1 даже подбусить его можно он бы мне помог в том чтобы выбирать место и отгонять вражеских пробок от себя сделайте ведь что ухожу на третью войну на экспанты он не ведется вообще полетела кором сюда пошел этот проверяем у него пилон здесь да давай сразу ничему жизнь не учат ну вот что это такое слава далай лами ай уходим какой-то он странный это все такое а ну-ка иди сюда вот это плохо ребят я могу не отбиться надо успеть три оверчарджа кинуть два оверчардж нет один оверчардж плохо 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 ладно я буду здесь просто надо выходить на базу его похоже не убью ай тут не деконтролил еще ну а где да а я базу не ставлю да потому что затормозил и здесь оверчардж ну а блин сколько там у него нет не спи ну я успел два оверчарджа кинуть какое-то количество рабов поубиваю но это не то это не то пацаны надо делать уже дальше да давай так все таки и сюда надо залетать вообще нужно адептов построить еще то есть добавить еще третий гейт да я не он покатал конечно рабов но учитывая то что база то у него значительно раньше я тут особо не вот сюда вот надо еще залететь ну и адептами продолжать пытаться его помочить нычка есть рабочих заказываю одного только переведу тут старый может оракулу тогда я давай вот так сделаем под бустом куда-нибудь сюда тоже ох не успеем да даже не имеет смысла сюда лететь так рабочий нон-стоп он видит у меня базу а что у него там по факту оракул ждет указание хорошо так ты будешь так фигарить ты будешь так фигарить мне нужно сделать выманить его на мэйн получается да как-то на оверчардж не на эксп скорее а самому вообще роботикс нужен все на одном пилоне держится тоже люблю такую вот тему так оракул готов 4 адепта тоже вроде есть давайте скорее там не это самое ладно залетаем сюда и залетаем сюда ладно он что-то не реагирует так у него дарки как видите понятно поздновато ой я обмажу ну я пытаюсь построить тут на хрень выходит теряю очень много народу оракула вернуть не выйдет так пытаюсь хоть сколько-то рабов подсейвить ну и у него надо было рабочих конечно поубивать вот так вот короче хрень ой я корку еще забыл надо наверное бустить все что можно у него и армии то больше я очень плохо поздно роботик сделал очень то есть видел сталкеров не обратил внимание на ни на что не обратил внимание рабочих надо было побольше перевести сюда там уже минералы заканчиваются газа ну жесть просто как много давай там пларни наверное поставь как мы там пларни на сумречного совета нет армии как таковой нет сумречного совета нет у него сюда еще рабочие переходили на третью базу так что рискну предположить что у него вообще ну как бы и в общем то база есть пока не дожить до этих я построю сентрея попробую сейчас наверное какую-то дикую халяву выйти выйти на третью базу у меня будут встречать с архонами с мне нужно тоже наверное архончиков рабочих строить нон стоп тут газ все равно нужен потому что сейчас придется ага дарк контролирует пилон и тут дропчик я еще потомку не поставил в рабочих хотя сделал для этого специально форжу это тоже конечно же ошибка такая серьезная не очень адекватно я реагирую так типа попытаться поставить дождаться когда потомку достроиться надо было пилон еще здесь сделать надо ставить третью базу пацаны иначе иначе останемся у разбитого корытом а так хоть и призрачный но шанс есть так первый архон 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 и плюс что напрашиваются сталкеры с блинком я скорее адепты с этим с атакой какой-нибудь хотя это тоже такие чем сталкеров то убивать ничем так добавляем пилонов сделаем еще одного апса проверим состав армии проверим степень раскачки этой третьей базы рабочие практически восстановились наверно надо уже потихоньку переводить их сюда здесь причем начинать с так и нон-стоп нон-стоп темп опа дарки опять ну там есть одна фатонка и вторая фатонка он видит что я здесь здесь неплохо было бы заказать тоже фатоночку может шторм сделали бы время тоже вроде есть переведем рабов переведем по крайней мере на газ надо перевести рабов и надо психов чисто на шторм оставить вижу дарки по пути смотрим что здесь зелки ой ёппарас это имморталы зелков много надо больше архонов откуда я их возьму блин уже газа не хватает сейчас будет атака давай тогда будем принимать на полном если он наломится типа я там такой тыг-дым тыг-дым грейд на атаку еще пустой я по грейдам не сделал можно иллюзии сделать ц-ц-ц наверное надо увидеть только когда он подойдет так мне кажется надо халявить дальше раз он такой пассивный а вон он здесь рядышком это покажу я ему сейчас все без психов это какая разработка а это психи готов это очень хорошо надо гейты добавлять потому что четыре гейта при всем уложении это не круто ну 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 давай адептов еще там зелков раз много адепты с грейдом на атаку могут и помочь слава слава сразу два газа здесь камни разрушен так перебор по количеству рабов тут газ вообще не добывается надо делать наверное грейд вторую на атаку или я не знаю что делать-то давай шары все равно живо лети придется уходить в лейте это хреново хрено адепт им мне тут будет сложно защититься Он сюда придет сейчас Так, открываем гейты 8 гейтов с одной стороны есть Ага, тут у нас подвар Пытаюсь с адептами как-то, но что-то адепты вообще не очень Тем более я их варпаю Так что Не в тех местах я их варпаю Ой А где Шторм-то? Все равно хреново Смял, просто у нее лимита больше еще Да, я не готов, гг И Шарыни, три роботикса Короче, начало было очень сильно провалено Потому что я Не помню даже почему Кажется из-за потери коры что ли Или из-за того, что зилот не прошел сразу же Из-за того, что заблочили Или, короче, я не помню из-за чего Там кажется комплекс факторов Но я его, как в прошлой игре Не поднапряг Хотя, смотрите, напряг я его Капец я его напряг Это он с экспандом стоял То есть вот когда я отступил У меня еще все было хорошо А вот на дарках я просел И из этого и попы потом не вылезал Простите за французский Это вот дарки Так что, если ты не знаешь, что делает протас Делай роботик сапсом И разведка появится И будешь застрахован от таких вот тем Пару грелок бы Да, ну нет Какие там грелки Да не Лень Противник теран Терану, конечно, я О, я хотел стол повернуть вот так вот Вроде там, правда, вебка может развернуться Еще проверим Ненормально все Сколько Майкеру лет? Восемнадцать А сколько дашь? Тридцать один? Не, не может такого быть Тридцать один и сидит в игрушке играет Вообще офигеть Ой Куда катится этот мир? Тридцать, говорит Милка 0.8 Не, ну мне кажется тоже 130 Тридцать один и тут что-то много Двадцать пять, двадцать шесть на вебке Там нет никаких цифр Я не прокурал, он дал бы тебе Пять за Несси и Виминал А за Виминал-то за что вообще? А, против тераной я помню Я хотел Во-первых, зилата с одним газом С выходом в эксп И при этом пушить Да, вообще класс Там только адепты при пушинг Потому что они с этими Быстрее добегают, чем сталкеры И стоят дешевле по газу И даже если товарищ забункерился Ты можешь пробежать с адептами Масса плюсов Так, зилка под бустом Забылось построить Но там все равно есть окошко Я попадаю Можно даже сделать сейчас Не, не хочу палиться Выход на третьем Потому что если он инженерка поставит Мне будет очень несподручно туда лезть Проверяем халяву Халявы нет Выходим все-таки Ээээ, уже? Ничего себе Вот это поворот Вот это я понимаю Я думаю Эту же пробку нужно Тоже Тоже сюда Что он делает? И главное Зачем Он контролит Это настораживает Конечно же Мне кажется Это нормально Только я опять Этого не достраиваем Не доконтроливаем Здесь у нас Вторая база Давай сразу Газ Так 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 Все, деньги потрачены Забежим Посмотрим Мне кажется Там минки В общем Куда ты лезешь? Скажи мне Раз Два Три Четыре Вообще Такая халява Это ваша Инженерка What? Буст А, минк Я понял А где у меня там Ой, у меня роботикса нет Я же роботикса Опять не поставил Ой-ой-ой-ой Так, а давай-ка мы Лучше перестрахуемся Ой-ой-ой-ой Опять я Короче В просаг Сейчас попаду Капец Там Может быть Дроп Делаю Сталкеры Ну все Ну все Ничего не сделать Оп А я не успел Черт Чуть-чуть Так Кура возвращается Ей все равно делать нечего Ладно Успеваем Вроде Делаем Во-первых Фатоночку здесь Делаем Фатоночку Не стоит экономить На фатоночках Учитывая то Что у человека Так, здесь Апса все равно Да Здесь Газ забыл Добывать Да Тут лишний Рабочий Естественно Пару Газилок Пилончик Туда Сюда Когда там Грейт на гейты Нескоро Еще один Пилончик Добываем И он выходит На базу Насколько я видел Там красная точечка Такая А что я хотел Я хотел грелки Я хотел оракул Для того, чтобы похарасить Но у него инженерка была В принципе Газа головной не хватает Мне сейчас на это все делаем И минералов не хватает И газом Так, ну сделаю оракулу Как пацаны Завещали Под бустом Только Опа Там мелькнуло Кажется Да нет А глюки Скорее всего У меня А почему Гейты не открыты Почему гейтов мало Хотя бы до 4 довести Грейт надо сделать Еще одного Апса Запилить Скажем Вот сюда Вот его отправить Здесь пару адептов Так После оракулу Я хочу грелки Поделать Ага На третью будем выходить Будем выходить Опа Кто такой Воу Воу Ничего себе Так Ты второй Будем шуметь И выходить Будем шуметь И выходить Одновременно ставим Третью базу Шумим Тут залетаем Шумим аккуратно Без фанатизма Шумим Блин Тут уже все прикрыто Ну тогда сюда идем Понятно Ох уж эти циклоны Не нравится мне все это пацаны Ой не нравится Смотрим что Вообще ничего Приходи убивай в лоб Ну я же Подхарасить решил Сделал бы сейчас Миллион гейтов Ну хотя бы шесть Нормально бы варпл И проблем бы не было никаких Но нет Я же Чемпион Ё-моё Так что по грейдам Давай буст сюда Давай иммортала сделаем еще Почему нет Илоны сейчас там достроятся Здесь стаг Здесь адептам Грейд Да что ж ты такой Назойливый то Ну Улучшение завершено Буст Буст Здесь еще одну грелочку Я не знаю зачем я грелки делал Против терны Ну У него вообще чушь Это конечно не повод Самому тоже делать чушь Но Второй играет на атаку Еще грелочку Третья база Как видите у него нет Ой Где третью базу проверяю Господи Тем более он пошел вот сюда Ой какой красавчик Ладно Давай шторм тогда Раз уж У нас выбор есть Нет Третья база у него нет Ну следим тогда за выходом Время работает безусловно на нас Перевожу сюда Рабочих Перехожу сразу на следующую базу Хотя вот с четвертой стоит повременить на самом деле Мне кажется Основная часть Циклоны какие-то А циклоны это Э-э-э, слышишь? Hazel, come great, на скорость сделаем. Он должен выходить вообще после этого? Может, дропчик какой замутит? Я жду от него движухи. Так. Ну, я дождусь движухи, на самом деле. Как обычно. А, он выходит. А, дожить бы до этого. Да, да. Дожить бы. А минералы все равно есть, ставь. Кто встретил судьбу? Реально встретили. Так, во время битвы. Гарин щилд, да? Да, да. Пока не разложилось. Да поехали, чего он. Без шторма, да пофиг. Щит-щит. Тут просто Ешечку прожали. Танки, пофиг. Да, через атаку просто вот руки, руки, понимаете? Руки протаса. Контроли там, стимпак, все дела. А когда шторм-то будет, скажите, пожалуйста. Я хочу шторм кинуть. Фидбэк может кинуть? Ге-ге. Ну, короче, когда у тебя плюс стабильно, плюс одна база, делать особо ничего не нужно. И это хорошо. Штормы, да. Штормы просто даже не архоны. А вот только сейчас шторм сделался. А можно было еще потерпеть. Знаете, просто потерпеть. Он пусть там даже этими двумя своими несчастными танками разложится. Выходит, гастов нет. Еще Зилкам скорость на ножки там доделывалась последние секунды. Она, кстати, доделалась раньше, чем штормы. И шторм сверху. Вообще класс. Так, мы играем против синего протаса. Блю из клана LMTDG. С такой аббревиатурой, конечно. Тяжело им там. Из какого ты клана? Тидим, тидим, тидим. Вот визитка, короче. Так, не запомнишь. Раньше были кланы, помните какие? СК. Фокингс. MTV. Так, я все-таки нашел выход со своей базы. Это уже победа. А сейчас, вот, пожалуйста, LMTDG. На самом деле, это же не профессиональный клан, чего я тут пытаюсь щетковать. Да, С4, М19. Ну, те названия были по адресу. Там, Московский проспект, дом 19. Или там, Комендантский проспект. Я не помню, где был С4 клуб. А зачем я пошел на разведку? Нет, что-то, не надо отвлекаться от игры. Я сейчас на волне этой эйфории начну сливать, и это очень быстро улетучится. Не стоит. Итак, протас, карта большая. Выход в экс, проверка его экспа, и, соответственно, проверка его на адекватные пилоны. Пораньше второй газ. Самому тоже думать о защите экспанда. То есть, третий пилон, а то и... Нет, лучше третий. Второй лучше здесь сделать. С одного гейта буду играть, потому что... Существенной разницы, на самом деле, между одним и двумя в плане там подпуша особо нет. То есть, там скорее прибежал этот адепт в минералы одновременно с корой или нет. А вот для экспанда важно и 150 минералов, и, собственно, то, что... Хотя сейчас на газ много рабочих сплавляем. Так, а вот это интересно. Два гейта, он-то не строит. Ладно, давай попробуем сыграть в эксп. А, нет, он строит. Это два поздних гейта. Это хорошо. Это хорошо. Кора, соответственно, адепт, соответственно, кора полетела сразу сюда. Не буду светить эту пробку. Сам ставлю базу. Да, что ж такое-то, а? Ставлю-ставлю, Нексус догоняющий уже. Я думал, это агрессия двухгейтовая. А на самом деле... Ну, вот сейчас, может, он подрасслабится немножко. Так, полетели. Корка и сюда сразу же. Тут адепт. Давай-давай-давай-давай. Так, так. Здесь нужно поставить... Ой, не-не-не. Я бинды опять спутал. Блин. И опять рановато мне. Так, и надо было ставить уже пилоны. Проверять его на адекватность. А он не очень адекватно себя показывает. До вас. Так, вы на мейн сразу же. Да я понял. Это норма. Еще один пилончик. Он с адептами еще отбивается. Красавчик. Ой, тут плохо. Ну, тут я недоконтролил, да. А где можно... Вот здесь можно попробовать. Ну, и он пошел ко мне. Я думаю, надо сталкера делать. Пытаться как-то самому отгородиться. Блин, да как так? Хотя нормально вроде. Если на границе здесь стоять. Главное, сталкера успеть сделать. И здесь успеть пару гейтов. И, наверное, даже рабочих увезти. Потому что они гарантированно гуфнутся. Эй, какая система защиты? Это что? Я здесь, среди теней. Так, тут пытаемся. Вот он. Так, базы у него уже нет. Как у меня, собственно, коры нет. Кору обязательно восстанавливаем. Сталкер. Здесь два. Перевести рабов. Десяток можно уже спокойно. И открываем гейты. Открываем гейты. И, соответственно, отбиваемся. А, он восстанавливает. Ну, хорошо. Значит, можно даже спланировать какой-нибудь пуш спустя минутку. То есть, мы делаем, например... То есть, мы делаем, например... Что мы делаем, например? Я даже не знаю. Он мог... Надо роботикс поставить, пацаны. Да, он мог поставить на газ там дарков этих опять. Можно попытаться его подойти подпушить. Эту пробку спрячем. Тут еще сталкер. Вот, давайте сумречный совет. Сталкеры и апсы. То есть, сделаем так что-то... Только вот зря я сталкера варпанул. Потому что сейчас нужно было как... Опа! Серьезно. Очень наглый молодой человек. Очень наглый. Так, добиваем... Никаких фаржей, да, наверное? Сделать надо каких-нибудь там... Шесть гейтов. Сталкеры с блинком и в пушек. Опс обязательно под бустом желательным. Пилон. Один пилон, второй. Желательно пилон, третий. Здесь блинк уже под бустом. И вот теперь гейты добавляем. Добавляем. Раз. Два. Рановато я их добавляю, но ладно. И три. Далее варп сталкеров. Призму. Видимо для пуши хорошо зайдет. Куда-нибудь сюда. Ну и варпаем, варпаем сталкеров. Это ключевое. Хорошо бы еще кого-то подбрить. Рабочие больше не нужны. А давай еще парочку гейтов. Не, не надо. Разведки у него нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая наглость, а? Он еще ходит тут рядом, бродит. Представляете? Его так нормально. Капец. Почему? Почему он ходит-то здесь? Я здесь. Когда там блинк-то будет? Блинк нескором. Колосс? Иллюзия колосса. Фух. Я уже думал, совсем я потерял нить. Я здесь. Надо восстанавливать ковру. Я сомневаюсь, что пуш пройдет, учитывая потерянную призму и несколько сталкеров. Поэтому выхожу на экспо и ставлю пилоны. С блинком попробую производить. Третью базу проверю, конечно же. А, у меня тоже блинк. Капец. И дарки еще. Я потерял вообще нить. Как такое происходит? Кто виноват и что делать, тоже не знаю. Но я отступаю. Типа. Надо выходить в какой-то макро, наверное. Ну какое, к черту, макро, если я 6 гейтов фигарил? 6 гейтов, Карл! 6! Ладно, может он сейчас отдастся. Так, здесь призма раскладывается. Сделаем адептов немножко. Часть перворожденных надо вот сюда вот. Они все равно выстоят. Тем более он, видите, отвлекается, недоконтраливает сталкеров. Заказываем рабов. Опять недоконтраливает. Чуть-чуть перегруппируемся. Ой, здесь такой фарш! Ой-ой-ой-ой-ой! А, ну у нас тоже фарш на мейне какой-то. Переходим. Делаем фотонку тут, делаем фотонку тут. Попробуем здесь третью ему под... Давай, агрессивный блинг. Я вижу, имморталы не такие, не так их много. Надо вообще пилон фокуснуть. А, фигово. Ладно, окей. Тут вроде отбились. Газа, да неприличия много. И почему-то я решил еще газа поставить. Нет, темпларню, конечно же. Архоны нужны. Разводы с призмами нужны. Продолжить. Подойти сюда. Пацанами. Здесь так. Здесь так. Так. Меня тут меньше. К сожалению. Но то, что я хотя бы немножко здесь создаю видимость. Иллюзию, можно сказать. Слова. Жди нас. Так, так, так. Так, так, так. Так. Грейт. Как же решает вот эту вот штуку у меня тут. Минералов не хватает? Дожили. Он эту призму, наверное, проклинает. Он ее... Он о ней не знает, но он ее проклинает. Это точно. Потому что она бесит. Так, а здесь что? Здесь фигня. Все, кажется, рассекретили нас. И он идет еще в атаку. Ой, это плохо. Ну, потому что плохо. Потому что я не готов. Открываем. Ставим вторую форжу. Опа. Опа. Здесь он потеряется немножко. Еее. Видимо, рабочих он много потерял. И увидел, что он мне не так третий на четвертый ставится. Решил, что да. Нафиг. Призма зарешала. Прикольно. Так, надо от этой привычки избавиться сразу тыкать. Надо после каждой игры делать паузу. Хотя бы полминуты-минуту. Во-первых, сказать здрасте всем, кто пришел, всем, кто смотрит. Женя, что-то... У меня вот сомнения. Женя каждый вечер, как только начинает трансляцию, красит губки и куда-то уходит. Зачем тебе ты вот это вот делаешь? Потому что зеркала нет. Больше мы не видели зеркала. А ты куда идешь сейчас? Где-то в дом магазин покупать кофе, я думаю, что... А зачем тебе в зоомагазине накрашены губы? Ты пешком идешь, что ли, да? И на машине? На машине едешь, да? И обветриться губы могут. Очень интересная история. Пацаны, нужен совет. Как вы думаете, к чему это все? А я говорил, что тогда это были не котики, говорит Михаил 3222. Да... Может, приликнуть по мне, датчик смотреть. Датчик смотреть? Ага. Отлично. Делать мне больше нечего еще. За тобой следить. Феникс. Теран. Ни одного зерка сегодня не было еще. А в прошлый раз одни зерки были. Феникс. Из клана 0C2. Карта, кстати, та же самая, что и с тоже стераном играли на этой карте. Я бы дал совет и кадры бы показал, но ты меня за спойлеры побанишь. Ничего себе. Самое время поставить GPS-маяк в машину, кстати. У меня валяется маячок. Там только вопрос с питанием решить и все. Интересно. Как-то долго он загружается только. Не хватает ни инералов. Бом-бом. Ну, пока не совсем понятно, почему в прошлой игре я решил сделать не Фениксов, а Оракула и Грелки. Хотя, в общем-то, задача... Это план был вообще на зерга. Оракула, Грелка. Что-то... Тем более, я видел инженерку, понимал, что там... Там Туретка точно есть. Оракул решает, когда человек просто ставит экспан, быстро ставит экспан, а ты, типа, течишься. И он может там по таймингу не успеть. Ну, просто потому что завтыкает, или ты как-то его отвлекать, кушать будешь. Но... Там была другая ситуация. Поэтому против Терна скорее... О, пачки, удачно как зашел, а? Против Терна я буду... Играть с одного... Э-э-э, слышь? Попробую ввести его повыше. Значит, делаем зилатин, делаем газ, выходим на эксп. Адепты, 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 адепты. Представучий какой-нибудь. Да, удалось, кстати, его обмануть. Что я наверху, и он сделал разведку только наверх. Ха-ха. Буст мне... Во... Во врата. Застраивает рампу. Ох-па, вот это да. Прикольно, прикольно. А, и, собственно, вы видите ЦЦ-шечку. Опа, ухожу. Так, здесь кора, здесь адепт, здесь выход на эксп. Много действий одновременно. Ну, он нормально. Да? Да. Пилон не буду здесь ставить, надо здесь уже его пилить. В общем, пилить сразу вот тут. Как-то так вот. Так, полетела кора. Ооо, вот, Зил тут. И подрешал. Понятненько. Ну, делаем тогда. Дальше делаем. Так... Тут так, тут... Э-э-э-э-э-э-э-э... Так, давай вот только без... Психо, пожалуйста. Блин, не доконтролил я все-таки... да уж а ты что думал вот так вот можно на открытой карте базу ставить стоит призадуматься макер diablo 3 через пять минут новый сезон да ладно круто так правда что рио самый богатый человек на гг да каким классом ты будешь покорять ладр протасом я вроде правильно ответил на все вопросы адептов строя лёша говорит все даже на премию не подписался советы дает не не актуальны абсолютно как жизнь спрашивает гомер отлично видел ты нам dark souls страдаешь о тот же самый тиран гл хф и ту эту но здесь если он на той карте ставил нычку то на этой должен думать что вообще как бы он обязан ее ставить просто обязан потому что она тут карманная и и защищать ее одно удовольствие но тема в том что я в любом случае буду так открываться потому что этот опенинг он не ресурсоемкий абсолютно он также подразумевает всего один гейт всего один газ установку экспанда то есть я уже об этом говорил на прошлой на позапрошлой трансляции что с точки зрения экономики этот опенинг он хоть и агрессивные некоторые вот как прошлой игре товарища ну выходят люди но он не ударяет сильно по ну то есть он не вообще не ударяет по экономике да он на этот раз не строит пофиг вообще пофиг пофиг газ ой рипером будет отбиваться ой 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 и сделать не получается такой ситуации особо то и не нужен да не нужен а зачем он мне и нужны сразу адепты ну и сразу выход на нычку раз он не ставит я поставлю сделать только немножко времени выиграет но мне вроде задержки никакой не было между построением гита и ну и в общем на депто это вот как его так здесь скоро может даже адепта под бустом не кора важнее конечно при пушим грейт ноги ты пока не забыл закажу еще точку сбора сюда где риперта мне кажется он в тэг вообще пошел оу 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 понял тебя понял все 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 понял это круто попробуем пробежать разведка все делаем так надо менять менять билд если так можно выразиться вообще надо ставить вот здесь вот пару пилонов обязательно делать роботикс я так побаиваюсь уже немного тихо тихо эх Так, и Старгейт, пожалуйста Старгейт, пожалуйста Да куда ты, ну Вот это плохо Ну, кору теряем, подсветка теряем Уходим, в общем Так, я хочу Я хочу сделать газ Газ, пилоны подстроить Гейты добавить Хотя бы парочку Здесь четвертое сюда Пилон нам убьют Пробочку попробуем подсейвить Но он, по крайней мере, да, он подготовился У него есть карманный эксп Кору надо было восстановить в первую очередь, естественно Здесь я фениксов буду делать Здесь, опа, здрасте И он все это время видел Вообще выход может быть С адептами Что не очень круто Еще гейтов надо добавить Боюсь выходом Сейчас вот фениксы появляются Один из самых Опасных моментов Будем ставить Ой, тут 12 рабов у меня всего лишь Ай Так, летит опс Аккуратненько Ставим базу Пилончик Ну, третьей базы у него нет Это хорошая новость Основа пока будет фениксы Плюс адепты имморталы У нас с вами Ну, попробуем подхарасить Необходим уже Сумречный совет И фаржа Опа Что-то здесь поменялось Кажется, он выдвинулся Ага Я понял тебя Ну, попробуем похарасить Мне кажется, он вышел уже Опа, я понял тебя Давай адептов тогда Далековато Пилон здесь стоит На подвар Не получается Использовать его Еще один пилон Надо поставить На защиту Залечу Посмотрю, что у него на натурале Здесь делаем грейд на атаку Надо, наверное, еще сделать Одного апса И фениксами Надо каких-то более Так, здесь А, буст, буст Что он Делает Мне кажется Сейчас дроп какой-нибудь будет Как-то он Дозрительно исчез Из моего Поля зрения Я не вижу его армию Разве что здесь О, понял Все-все-все Либераторы 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 Что, сталкер против либераторов? Блинк, так не хочется Да не, я лучше Просто продолжу сделать Гейты нужны Трефоржа нужны Добавляю до шести гейтов Вот он выходит Танки На третий выходит Окей Нахарасить надо Третьим, не раньше Здесь можно подрезать Робов Как-то я Слишком много поднял Хреновый харас Очень хреновый харас А это кто? А, это Апсауб Не, не Апсаубина А кого тогда? Ладно Делаем что? Делаем, во-первых Так, 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 так Ой, какой я медленный Капец Следи за его выходом Это раз Открывай гейты И делай грейд зилкам На скорость Ты зачем тебе зилки-то? Делай блинк Те же либераторов Надо как-то убивать Сталкер мне так не нравится Если честно Вот против либераторов Они Они, ну, не очень Но он, правда, пока только один А давай-ка сделаем Штормы Сейчас пойдет у нас тема с С тем, что газа Много А толку мало Опа Здрасте, пожалуйста Он обнаруживает четвертую базу Она его может спровоцировать Просто делаем грейды Второй грейд на атаку Бустим все, что нужно бустить О, он выходит Он вышел Ай-яй-яй-яй-яй Ну, он по третью Скорее всего Пошел Как действовать Там Он еще сюда подойдет Действовать надо Посмотреть, где он Во-первых Имморталов собрать А вот он Блин, без штормов Я тут могу не отбиться А, ладно, поехали Он раскладывается там Раз, два, три, четыре Так, этих надо по либераторам, блин, стрелять Все, моряки Не, моряки не развалились Еле-еле Хотя и морталы живые Короче Смотрим на количество ресурсов Понимаем, что Если б я еще Не тупил и заказывался нормально То было бы все Еще лучше Делаем грейд на пси Добавляем гейты Добавляем первых психов Нумеруем Нумеруем Делаем грейд на армор Все бустится Коры Да пофиг Просто пофиг Ставим новую базу Смотрим, что у нас на мейне Переводим рабов Но на самом деле Ну, хотя Нормально Сделаем еще Имморталов Феникса Одного дополнительного Ой, ресурсов уже нет Вот это хорошо Так, делаю третий грейд На атаку Делаю Буст на пси Нужен был Он меня светит Он настораживает Как бы это был Не следующий выход Проверю у него Следующую базу Опачки Я понял тебя Я не отменил базу Почему не знаю Не отменил Я думаю, надо идти И убивать его Понятно, что там у него Дропчик у меня завис Ой, нет Только не это О, могучий воин Сейчас все будет Ой, нет Не будет Там уже Что пойдет в атаку, что ли? Давай 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 А, все, умер Умерло все Либераторы, капец Просто взяли и отстрелили Вот это да Вот это поворот Просто либераторы Понимаете, просто либераторы Капец Я в шоке Надо много гейтов Не знаю, наверное, нужны сталкеры. Здесь отбиться, типа, пытаться от дропа. И сталкеры, сталкеры, сталкеры. Хотя бы сталкер, потому что... Ну а как убивать-то еще? Вот они, родные, неприкрытые. Слушайте, они плохо сейчас. Их много, реально много. Не, нормально. Капец, они такие дикие. Просто урон... Урон дичайший. Там 90, что ли, у него? Вот и как бы после этого, да, думаем. Какие там пси? Какие там сталкеры? О! А давай, ладно, темпларов сделаем. Архончики могут. Хотя, архончики тоже этот... Скорее слив газа, чем... Понятно. Это был харас-либератор. Давай там... Этих дарков сделаем каких-нибудь. Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ёшки-матрешки! Он же сейчас еще пойдет в бой, блин. Твою налево. Где мой газ? Надеюсь, я привлеку здесь его внимание. Меня не привлек. Но я даю ту базу. Ну, потому что там... Там продакшна, правда, миллион. И хорошо было бы им... Этот продакшн здесь восстановить. Ну, ясно. Класс. Мертвая зона там. Вообще офигенно. Так, ладно, хорошо. Думай, думай, думай. Базум тебя убил. Рабочие катаются. Что делать? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, попробовать как-то кусочками его. Либераторов на перераскладке. Темплары нужны? Очень нужны темплары. Вот так вот можно попробовать его подрезать. То, что типа осталось. Давай дарки, может. Как тебе там с дарками? Вроде как есть. Одного сюда, другого сюда. Ой, там встреча. Да капец! Как? Как? Как их убивать-то? Вот просто висит... Груша. Я попробую, конечно, тут переэто самое... Ой, тут хорошо подрезаем. Ой, хорошо. А, он здесь. Пси есть. Пси есть. Но мне лучше не сражаться сейчас. Телепортация совершена. Окей. Так, ты идешь туда. Убьем этого либератора, наконец-то. Ну, я надеюсь, за счет штормов как-то залить их. И все. Ага. О, ёппересы. Как-то мне кажется, что это маловероятно. Не, нельзя подходить ближе. Так, уводим. Рабочек сюда. Блин, а если нормальные люди будут в либераторов играть? Даже еще фарш. Просто фарш. Так, давай козелков сделаем со скоростью. Они хотя бы подтанкуют слегонцам. Нет, хорошая новость в том, что у нее экономика в попе. Вот это прям... Очень хорошо. Либераторов вроде здесь не так много. Ладно, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, отлично. Давай-ка еще... Прячемся в бункер! Место рождение минералов не снищено. На-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... На-а-а-а! И архончиков немножко. Все, слава богу. Марики бегут. Молодцы. Тут, наверное... Подвар классный. Полчаса будем его ждать. Но это уже победа. Блин! И с таким колоссальным преимуществом Fuck you, написал, кстати, он в конце С таким колоссальным преимуществом Можно отдаваться на Либераторах Что с ним делать? Если даже ты делаешь Ну, то есть, что-то в массе Типа Фениксов с Рейнджоум Или Грелки Там же Сплэшем Все мочится Темпосты без бонуса бьют Вроде как Темпосты, говорят, решают Темпостов Я ни одного темпоста вообще за 200 игр не построил В Лотве Но они медленные и печальные Но вроде у них там обилка как раз добавилась какая-то Которая типа по одному юниту Периодически урон наносит Темпост под прикрытием Давайте темпосты Это укладывается нормально в В тему со строгейтом Так, а что прикрывать Темпостов будет А все что угодно на самом деле Можно те же самые адепты Имморталы Выход колоссов Как-то так Лучше, конечно, колоссы Учитывая их рейндж Чтобы штрафовать еще Они постоянно будут отбегать Прибегать Да, и надо еще попробовать батонов Реально там перехвачки Выпускать Находиться и вне рейнджа Вот это нужно Темпосты увеличились Темпосты плюс Дизрапторы На пролегии видел Понравилось Ага Что там Первый зерк на сегодня Зеревор Его зовут Мурлок в скафандре Ну, просто Представьте, да У вас есть либератор Который стоит 150-150 Строится В космопарте Просто с пристройкой Ну, без пристройки какой-либо То есть под реактором Его можно штамповать А для Он убивает С двух выстрелов сталкера То есть делать вообще Сталкеров против либераторов Это Это весьма странно Ну, то есть Можно, наверное Ну, можно Просто не попадать под рейндж То есть тебе нужно построить Там 5-6 сталкеров Желательно с блинком И они как бы Все равно Если либератор успеет Два раза по кому-нибудь Из них стрельнуть То Он, считайте, по минералам Уже окупился Вот Против разовых таких Либераторов Которые харасят Ну, да Фениксы помогают Против Да, ладно Давайте на следующую игру Оставим Надо попробовать Темпестов действительно построить И посмотреть Как они вообще Летают О, пачки Нифига себе Ну, да Эта карта такая Твоюж налево Ну Я буду Пушить его С двух гейтов Причем, скорее всего Два зелка Даже будет Потому что Карта маленькая Он сразу спровоцировал На золото Так, давай Тогда так Ну, сначала Кибернетку Все-таки А потом зелка Давай, давай, давай И второго зелка Закажем Здесь еще одного Рабочего Я пошел Второй зелот Но мне нужно Сделать так Чтобы Капец Ладно, поехали Пора Пора строить Там уже слищ Сейчас расползаться Начинает Раз Два Ты полетишь Тут заказ Ой, уже что ли? Куда ты? Капец Он не смог найти выход Из Да Да Я пожал Этот Да Капец Ладно Давай попробуем Построить Больше пилонов Да 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 Я понял Тебя А ты что? А ты Тоже Да Да Не Вроде Нормально Надо еще базу Было поставить Можно было Сразу На этом Да Он теряет Массу рабов Я не буду сюда идти Заказываем рабов Делаем это Ну он видит И наверное рекол все-таки сделаем Чтобы на оверчарже отбиться здесь Эти-то пацаны справятся А тут собаки будут пробегать просто Ну они уже бегут Я знаю Вот они Имба протаса Все сейчас я бы Вот сейчас я бы вышел Потому что базы нет Протасовскую базу Ты не это самое Не алло И надо как бы думать вообще Как жить дальше Как жить Как так жить Надо проверить Чтобы не расслабляться И этот золот И его второе Он мог взять И на халявку поставить Можно сделать Давай газ Подобываем тут Нет Золота у него вроде нет Проверим эту базу А что он может еще сделать Давай старгейт Он может какой-нибудь Снидус Но с чем он Нидус Будет делать А, роуч Понятно Ну это Это уже улынчик Делаем сталкеров Добавим Тут третий пилон Для того Чтобы на оверчарже Отбиваться Ну все Просто на сталкерах Ребят 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 Давайте как Аккуратненько Все Сейчас доделаются Грейт на гейты Откроем их Тут бустанем Так Открываем Открываем Откроем Отличным Он сам придет Практически не сомневайтесь В этом Ну а здесь грелку По-хорошему надо сделать Чтобы было Совсем четенько Музыка Конечно Нагнетает Но не ведитесь Нет пока причин Для паники Вообще Вообще я бы вышел Мне кажется Он халявит И снова Ставит золото А нет Да 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 Ой да Нет Вот он идет Так Кору бережем Это улынчик Раз Раз Или это фейк Все-таки Мне кажется Фейк Но его мало Ой не Что-то не очень мало Среди теней Добавим еще Триги там А что я боюсь Это надо было грелкой Лететь Поехали Че я боюсь Реально Че он сделает Давай Давай Ну у нее там база В общем Скорее всего Та тоже Контролить не надо Если зерг теряет Свою золото Вот таким вот образом Теряет там 10-15 рабов А у тебя как бы Тоже база То есть Обычно Протосы Привыкли Играть Ну таким образом Что у зерга Всегда ресурсов Немножко Но больше А тут как бы Смотрите Вот Меня вот это Настораживает А Это Собственно золото Начало собираться А потом умерло Да А это Экспант заработал Да У нее не было Никакой базы До самого Конца А это был Перевод рабов С мейна На золото Что в общем-то Привело Видите Сразу К росту Ну ладно Хорошо Едем дальше Сегодня было Сороковое место Уже Пятнадцатое Хорошо Идет 7-1 Счет Петр 7-4 Рус Это правда У нас сегодня 7-1 Счет Да ладно Пора сливать Поехали Терен Ранее разведка Тоже агрессивненько Карта дуэльная Карманный эксп Тоже все Все здесь хорошо Мне все равно Не хватает Даже На таком Более-менее Отработанном Пуше Он мне говорит Будь Ну не будь грубым Remember I'm Что он имеет ввиду О чем он Вапс чем Делать ли зилка А пожалуй Сделаю Раз все равно С одного барака Играем Один зилок Практически Никакой погоды Не делает В плане экономики То есть Вы ставите так У вас строится рабочий Вы делаете зилка Единственное Что вот я Буст делаю На него Но Учитывая то Что здесь уже 16 рабов Там как бы И так Для стандарта Неплохо Поехали Попробую Немножко Его подпилить Точка сбора Сюда Он видит Марик На ранний эксп Это точно Не похожим Пожалуй Я поставлю базу А нет Вот здесь Я поставлю базу Все таки Пошла нычка Раз Все таки Пилончик Здесь запилю Потому что Не факт Что мне удастся Там его доделать Здесь Буст Мне в nexus Еще один адепт И Грейт на гейте Вот так вот Отлично Теперь Пилон здесь Тут надо бежать Да Он точно Базу ставит Короче Делаем Рабочек Побольше Попытка Отстрелить Что-то Не увенчалась Успехом Здесь Надо вот так Вот делать Раз Два Тут надо Делать Вот так Тут Не надо Так делать Заходим Просто Ставим Пилон Пилон Ай Нет Не прав Не прав Не прав Не прав Уииииии Ну у него с экономикой полная попом. Ну это все рабочие, которые у него есть. Капец, пять рабочих осталось где-то. Нас ждет слава. Разработка завершена. Нас ждут в бою. Перворожденные выкидки. Ай-яй. А где рабочий-то? А, он спрятался, точно. Так, давай капеллон, гейт. Что у меня? А у меня все нормально. Я еще не все дозаказывал. Далеко не все. Но у него полная попа. Вы уж извините, опять же, меня за... Давай даже сразу призму сделаем. Откроем гейты и добавим еще парочку гейтов. Думаю, надо его просто додавливать и все. Может быть успеем здесь падать и самое... Не хватает, сын. Мне хочется, да, немножко время потянуть, чтобы пилон пожил. Потому что тогда я смогу... О, это плохо. А то мне рабочие идут в бой. Это, конечно, провал еще один. Ну, когда там откроется, там... Ставь здесь базу тогда, раз ты бегаешь тут. Дурында. Ладно, поехали. Ну, я же просил, чувак. Sorry. Well... Could you give... Понеслась! Advices. Where's that? Try to start with bunker. Помогаем молодым игрокам. Inchoke. Что? Два supply and bunker. У? Гага. Написал бы play tetris. Change race. Да нет, ну человек нормально. Спросил совета, как бы. Если, например... Одно дело, если бы он вначале там троллил, выпендривался как-то. А тут спросил совета. Вот. Револьвер он тоже советы дает бесплатно, если нормально спросить. То есть это нормально, обмен опытом. Как же темпосты? Ну, слушайте, не дошло до темпостов. Чего мне тут темпостов строить, если у него 5 рабов на 2 базы? Нафига мне эти темпосты нужны? Затягивать еще. Так, это он же, да? Поехали. Лицо Нубу ломает, и такое не очень, говорит Артур Бат. Слушай, ну он в мастер лиге, в общем-то, и по рейтингу соответствует... Моему, поэтому... Тут... Просто раса халявная мне. Очень читерская, делать ничего не надо, само выигрывается. Ага, в этот раз... Будь паинькой, да? Не хватает мне генералов. Окей. А, он в алмазе, говорят. Ну, окей. Нужно восставить больше пиона. Я тоже когда-то в алмазе был. Может, он в топе алмазов. Может, у меня рейтинг невысокий. Не хватает мне генералов. Так, ну начало будет такое же, но на этой карте... Будет сложноватым. Потому что карта большая. Хотя, если... Ему тоже будет непросто защищаться. Потому что... Очень много свободного пространства на экспанде. И мне, да, тоже долго бежать, но... В общем-то... Ага. Ага. Предположены респы, беда. Так, стоит ли делать вообще зилка? Он полчаса будет бежать. Может, лучше экс поставить раньше. Да, наверное, давайте я не буду делать зилу там. Просто сразу... О-о-о-о-о! Да он... Он как бы боится. Он реально боится. Хорошо. я сделаю сразу базу прям сразу базу раз уж мы сэкономили на зелоте сэкономили на втором газе пошел мексус ну и это оставляет мне еще возможность сыграть в кору его подпушить адепт кора поехали гастрой добавляем до мне даже не нужно к нему лезть мне достаточно просто не дать ему выходить в эксп блин проходим смотрим а где бункер то очень странно мне кажется нужно раньше роботик спилить он затевает какую-то хрень я достаю кстати надо бы сходить к нему сейчас у меня за мой совет по поводу бункера будет песочить я чувствую так забегаем в любом случае мне кажется надо амина я понял я понял ну да давай форжу главное сейчас отмены не потерпеть сильным да я вижу мину он выманивать на нее так есть у нас здесь пилон в пилоне есть сразу сталкеров уже на хватит так ну все теперь опс здесь открываются гейты хрена с 2 не открываются газ не собирается вот здесь мне хватает пилона нет бах надо поставить потомку хотя бы так ну и конечно же здесь дальше сталкеры играет здесь держимся ну уже понятно что мы не держимся это подрезал даже еще одну марик короче дальше мне интересно что мне интересно реализовывать как-то да то что у него скорейством cc надо сделать еще одного апса посмотреть конкретно что он как он куда он рабочих заказываем выходим сразу на третьем что видим что эта база уже заканчивается понемножку кора 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 кором так и темпы ставдан вы говорили там можно попробовать использовать здесь щепил он сделать чтобы контролировать ситуацию хотя бы немножко тут так 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 еще так еще так ops полетел еще одного апса папа вот это опасным смины идет уже идет давай плохо у меня два гейта блин это такой провал надо выигрывать время как-то то какой давай-ка буст цена бус сюда бус сюда адепт им блин сейчас задавить может хотят чем он тут задавит капец это что такое у семён семёныч назад надо им ортала ждать иммортала грейда поставить тут пилон обязательно чтобы не выключили еще адепт адепт тут уже третья база у него поехали блин жесть ну хоть хоть немножко мы тут справились да да пофиг так у нее есть база но я не знаю насколько она хороша 29 рабов михаил опа нет папа давай-ка мы с тобой аккуратненько аккуратненько откроемся здесь под закажемся здесь да закажемся так 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 пилончик поставим адептов варпанем еще одного ма закажем . сбора поставим тут так 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 все вот и нету бабла это уже лучшим опять рабочих много так еще адепты где там иммортал добро мне бы найти где у него если мричный совет нужно открыть еще пороги тофа здесь вот опачки вот это да это второй смричный совет да это я умею да блин кое-как от ковырялся тут наисец надо было оверчарж сделать один только успел запилить огромное количество бабла и все без толку надо идти надо мочить достала уже он на 3 уже выходит капец я затянула выходим адепты и иммортал адепты и морту и давай роботик с добавь еще парочку до 2 роботик сообща класс дополнительных все и пошел и улучшение завершено и пошел и выходишь сюда и там у меня светит а мы нападаем вроде как а он здесь ой и все ой все тут окей возвращаемся адепты и имморталы это трешечка возвращаемся возвращаемся спугнули его хорошо хорошо что он еще не делает этих кто понятно можно блинк а где основная группа войск на 4 что ли пошел так я делаю грейд на армор грейд на атаку точнее 2 фаржу еще адепты что я творю давай имморталов много давай на 3 к нему выйдем сейчас ресурс по крайней мере не копится тоже это безусловный плюс да он выходит снова на третью опа да ладно нормально все часть армии правда подходит но можно даже нос почитать учитывая то что ты протас и тебе пофиг через атаку идем на третью базу не устану повторять раз халявную пам третью базу он думал я пропущу дуну мэйби а ну и 2 а и 2 если он хочет я сейчас сейчас посмотрим что он хочет он хочет совета или давай сразу ай гэс нот ссори пам пам пара бам пам пара бам вай дюй почему чувак чувак ну ты чего чувак давай вина мне да он просит меня сдаться я понял россиянс never give up ссорим русские не сдаются в общем шину он должен понимать какой у нас митая путин сакс написал да окей хорошо ой ну неплохо 13 место были правда третьими были третьими в халявной мастер лиги но реально сегодня прям статистика уже у нас девять один девять один такого у меня никогда не было но в строкахте во втором ну хотя если так в первом аддоне в бэдке где-нибудь давно давно это невероятно просто для бобра дюна из клана гг после варкафта яска слишком легок вчера варкаф тоже в общем то так был не шибко сложен повезло мне с первый раз с расой а второй раз повезло с героями да и соседам повезло там много где повезло короче проперла 20 тупо налаким но вообще есть если вот отбросить хихоньки-хахоньки конечно есть чувствуется что когда вот после старкафта заходишь в фа прям так хорошо контролится то есть себе вроде как и не нужно так сильно напрягаться и контролить фа но оно не лишнее оно тебе как раз помогает поэтому стратегии они такие так здесь его нет напомню что это карта где зерги любят ставить три базы в самом начале некоторые даже имеют наглость это делать до пула поэтому один из дефолтных опенингов это как раз через два гейта под пуш с адептами зелки плюс адепты надо посмотреть где какие хаты ставятся здесь тоже его судя по всему нет какой тайминг собственно полом да и вот здесь нет жалко я его нахожу вот только сейчас это прям горе семье проверю эту базу сразу проверяют но что по таймингу хаты сразу станет понятно это было ставилась 2 или вообще были сначала собаки ооо там пул вообще пацаны там пул отменю-ка я наверное не не отменю зелка слушайте а может и нет я кажется просто потерялся в тайминге и все ставлю пилон 1 может быть кстати все ок может быть поехали поехали пацаны ну давай выходить тогда потихонечку на третьем ой ой плохо блин капец нет держаться тут ну вот и все уже как бы не с подручного давай-ка ставить базу где блин пробка не хватает мне манкин ой вот где третья база оказывается да плохо я вот эту базу то не проверил это не стоит это не стоит даже брать короче мне нужно сейчас реабилитироваться ой все минус кором что эту базу то не проверил то ё-моё там мув уже идет у нее конечно с рабочими беда но 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 так давай кастаргейт этот оракул и упам спас немножко но у него три хаты пацаны у него три хаты и и это проблема так он проверяет оверлорда у меня там на мэне у меня даже не перестроены рабочие хотя я мог это делать я рассчитываю на то что собачки мувлины ай съест если захочет съест ладно поехали тогда оракулы делаем под бустом рабочих штампуем грейт на атаку рабочие 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 а потом грелки сумречный совет после четвертого наверное газом здесь потихоньку достраиваем а дай-ка фатоночку поставим одна точно не будет лишним а вот пилон это косяк а сделаем фейковый выход чтобы отвлечь его по крайней мере от тайминга какого-нибудь типа постановки споркин а он меня спалил ёшки матрёшки да да тут тут уже ничего не сделать сумречный совет собак много а что у него по лэйр шпиль наверное спрятан делаю первого давай-ка иди сюда надо шпиль посмотреть у него то газ собирается а капец ладно давай газ пилон пилон открываем гейты сумречный совет здесь да мутка там уже практически не сомневаюсь я в этом выхожу на следующую базу делаем great такой нет не надо добавлять здесь ничего собака собачка была убита хорошо что взял с собой камни сбиваем пилон ставим а что я хотел я хотел сделать связку что-то вроде ой тут грелочки ой в смысле этим собачки зря я адептов отдаю до того как появились у нас что-то что-то заказываем рабов попробую проверить третью четвертые базы изгрейт на атаку здесь феникс все таки а не хотел грелки вообще господи что я несу ну я боялся сейчас только что что меня врачами убьют а вот и роучи окей значит не зря боялся но меня все равно скорее всего убьют он пойдет на третью базу добавляем здесь пилоны кору перенумеровываем на троечку не забыть включить этого как делаем сталкеров тут пробустить этого пробустить грелку грелку еще одну он пробивает сейчас инфа соточка можно было здесь еще поставить пару фотонок странно что он не лезет очень странно что он не лезет ладно поехали дальше с лизью подтягивается может это люра какая-нибудь зачем ему нужна добавлю гейты шары наверное нужны роботикс для начала для начала в середине такой игры решил сделать роботикс ну это тайминг я потерялся уже и в разведке и ага он ставит 4 только сейчас но это очень хорошо для меня я заделся апгрейд ага я понял тебя ну там гидра я вижу то есть действительно пару роботиксов и хотя гидрая какие роботиксы ну то есть можно и адептами в общем то продолжать наверное мочить его а где гейты там где все мои гейты и главное я не строю еще не подварпливаю в этих самых гейтах так а это что это забытая грелка окей здесь пока иммортал пилоны у него у него база доделывается так хочется выход какой нибудь сделать хотя бы с целью опа еще абсенда сделать делаю третий грейд на атаку ой 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 там люра ревелэйшн пошел пока иммортал а пока этого нет пока шары шаров не построить да куда же вы летите то постоянно ё-моё сколько мяса как без шаров то тут вообще не ясно капец так делаю шары шары открываю гейты гейты делаю гейт 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 ага вот и он ну е тут так тут так так ну это все хрень меня просто уничтожает здесь позиция хреновая а грелки то молодцы вообще грелки тут неплохо подрешали минус правда все мои пользователь демагра активировал премиум на ваш канал грелки реально хорошо заходят вообще по красоте то есть гидра не убивает адепт ну хотя люркеры там прям надо выходить сейчас на следующую базу раз у нас есть пауза и да точно выходить там ага он подходит сам уже без апса мне не вылезти отсюда о алёра ох это плохо блин блин да вроде норм слушайте это халява какая-то гидра не успевает так быстро убителю Грелок Вообще халява Какая-то реально халява Гидра не успевает Убить Так, только давай Не расслабляемся, делаем нычку Все-таки одну, потом сразу вторую Потому что у нас заканчивается база Здесь надо пару апсов запилить Сколько здесь? Фигня здесь Так, назад Здесь что? Здесь роуч Идем к роучу Так, еще грелок, пожалуйста Ой, там грелки сейчас на этих На па-па-па-ра-па-пам Капец Вот это плохо Да где вы? Ё-моё Плохо, нет, я не выстаю Я слишком расслабился Ну и роботик стерял сто раз Что не круто И сейчас в попытке поставить базу Я, наверное, здесь умру Учитывая то, что у него Есть два пса, правда Я могу еще адептов Сейчас три иммортала, если выйдут Если я эту люру соберу А я ее могу собрать Ой, все Даже несмотря на это Отбиваемся потихонечку То есть можно еще сражаться Раньше мне в такую нулину убивали С моими фениксами Так, давай-ка этих пацанов Переведем сюда Здесь мы остановим так Восстановим так Сюда так Здесь так Так Надо здесь отбиваться, пацаны Ну как отбиваться? Понял? Да, беда Да, его много слишком Ну я попробовал хотя бы ГГ Значит, что мы вынесли из этого? Грелки убивают все Кроме гидры Ну, до появления муталисков Каких-нибудь карапторов Еще с квинами у них проблемы Но это ладно Квины не такой высокий ДПС наносит А все остальное Все, что Грелки не убивает Убивают адепты с грейдом То есть они убивают собак Они убивают гидру Ну, которые контрят А Грелки на собак тоже отвлекаются Может быть вообще какой-нибудь чистый То есть роботик сделать, понятно Сделать его ради опса Но основу армии делать просто адепты с грейдом Грелки можно тоже даже сделать им грейд Причем на поля сделать всем грейд В первую очередь И все Не мобильный, конечно, это хрень В мута он особо выйти не может Ну, то есть он может Но уже у тебя есть старгейт И какое-то количество грелок То есть от первого до заказа мута Если он, конечно, будет не с пяти хат Ты вроде как отбиваешься Не ставил бы роботикс на ходе натурал Да, я очень Так поверх Ну, отношусь Спустя рукава Таким моментом Прикольно Вот сейчас будет еще зерк Мум-нум Правда он, скорее всего, здесь будет халявить Мне нужно будет его поджимать Но Наличие старпорта Тебе помогает отбиться от Пуша роучей То есть Как бы адепты отбиваются от собак Даже там Мувленные, немувленные Правильная застройка Оверчардж Немножко адептов И в мясо разваливаются псы А вот с тараканами Я очень часто умирал от тараканов Как раз из-за того, что Либо шел в Старгейт и Фениксов Либо из-за того, что шел Продолжал строить адептов Просто не подстраивался Никаким макаром А тут получается, что Есть юнит, который реально Правда, харасса никакого нет Хоть грелки Бери и харасс Там, сбивай оверлордов Но они не смогут быстро вернуться Вот в чем проблема То есть, если захотят Вернуться на Так, он не ставит золото Это настораживает А, вот-вот он пошел ставить золото Какие нынче хитрые зерги, а Понятно Ну, это точно надо пушить Во-первых, эта база Серьезно удалена от остальных То есть, к вине у него не помогут Ну, быстро не доберутся до этого места Да вообще охренел Второе золото ставит Я в шоке Так, а как лучше? Лучше второе убивать на самом деле Ну, просто потому, что оно позже будет здесь Такая наглость, да? Или дальний все-таки? До дальнего бежать Так же приблизительно бежать Ну, сейчас просто слизь тут расползется А я так спалюсь Хотя не расползется Еще посмотрим Еще вроде есть время Я лучше сюда Лучше строится здесь Кора под бустом Жду, когда доделается Кора Чтобы... Да Тут второй пилончик Ой, я кажется спалюсь сейчас Ну, то есть он может отменить просто эту хату Это будет правильным решением А если не отменит То все ок Не отменил Хорошо Тогда адепт идет сюда Еще Здесь под заказ рабочих Так, а я, пожалуй, здесь еще поставлю Опа, нет Серьезно? Серьезно? Ты будешь здесь с зелками биться? Хотя он бьется ведь И убьет Так, давай камнечку поставим Но золото-то как-то надо убивать, правильно? Не хватает ни инералов Блин Серьезно? Он отбиваться хочет? Окей Удачи, как говорится вам Еще ковина тут потерпит Ладно, поехали дальше тогда его застраивать Последний оверчардж Здесь главная добыча подрезать Вот это плохо И вот это плохо Он сейчас пойдет просто ко мне А у меня-то дома нифига нет Надо закрывать, наверное, адептов Не, не так Капец Ладно, ты атакуй Адепты будут защищаться Пытаться Ой, как они защитятся вообще? Так, заманим Попробуем сюда, на этот Отлично Тогда я смогу еще по рабочим поработать Тут убиваем Тут ставим Окей Ой Ну, нормально Проверяем корой Что да как Ставим базу, наконец Но золото-то у него осталось Да, золота нет Хорошо Ну, в смысле Этого золота нет Я попробую сейчас просто взять И Просто сюда Прибегаем Здесь мы должны отбиться Давай-давай-давай-давай-давай-давай Полетели Ну ясно Выждал момент Хорошо Проверим эту базу Здесь газ Здесь газ Да, и тут ничего нет у него Непонятно Ну сюда, значит Собачки отдаются Здесь мы На блоке Здесь рабочие Все вроде нормально Убиваем Короче, это золотом Делаем какую-нибудь Форжу Можно пройти Кстати, посмотреть Что у него здесь Что на мейне Ну разведка-то нам нужна Открываемся Тут выводим Пацанов Роучи И Лэйр, не лэйр Не, не лэйр Просто роучи Окей Старгейт нужен Можно сталкеров пока Запилить Но вообще Все это отбивается Оверчаржем То есть с одной базы Он не сможет намасить Столько Чтобы На разведку Пищу Проверяем заодно Просто те базы Где гипотетически Он мог оказаться Так, здесь По-тонко Здесь По-тонко Грейт на атаку Вроде нет ничего У него Можно пролететь Конечно По-другим темам Но я лучше Средоточусь На обороне Мне кажется Что Он просто сейчас Соберет Все что у него есть И пойдет В бой Даже на третью Не хочется выходить Но проверять Базы надо И Сталкеров Наверное Для Еще Большей Страховки Подстроим Я не вижу Просто что У него там Армия Рядышком Со мной Нет у него Армии Рядышком Блин Нужна все-таки Третья база А че он Ничего не делает А не А не Вот Слизь Вышел на базу Я понял Хотя Это меня вполне устраивает Окей Просто берем Берем Выходим на золото Раньше него Грейды у нас Сделаются Субричный совет Надо сделать Ресурсы вроде бы Не копятся Можно сделать Подвыход Здесь можно Можно уже Брать И Да Просто переводим Получение Завершено Это Раз Подвар Сталкеров Это Два Бабла Нет Но у нее Тоже Нет Денег И Сейчас Можно Просто Сделать Вот такой Небольшой Выход Учитывая Как раз Тот факт Что у него Одна база С целью Просто Убить Базу Золотую Заставить Его Хотя Заказаться Мне смысла Нет Его заставляет Но скорее Просто Боем Проверить Проверить Наличие Золота У него Нет У нее Золота Можно даже Дальше Пройти Например Шатнув Адептами Он боится Видите Опа Шатнул Е-мое Ладно Поехали Плетки Потом Роуч Молодцы Адепты Конечно Проще Было Через Атаку Если честно Вот реально Было бы Меньше Проблем Если бы Через Атаку Пошел Ну и Так как бы Тут С колоссальным Запасом Все нормально ГГ Чертов Улайнер Говорит Он Фак Ю Пишет Он Ю ВП ГГ Веселый Сегодня Старкрафт Вот В прошлый раз Прошлую трансляцию По старику По старику Двенадцатую Я сыграл Что-то вроде 5-9 5-9 Сейчас 10-2 10-2 И то 2 как бы Там Одну Сказал Ты удачный А как А как же Югуд Забыл Югуд Надо было Написать Такой ты не очень Говорит Атрудбат Сейчас тебе Киберспортсмен На хвост Наступит Мне до Киберспортсменов Еще Пилить и пилить Вообще Блин Это же Релиджин Только Сказала Киберспортсменов Товарищ Матч из Эрбофир Вообще Не знаю Кто это Такой Теран Играем На карте Улерена Очень близкая Такая Ну то есть Агрессивно Можно играть Отлично Поехали Киберспортсмены Наступит Не Абгридмастер Не собираюсь Потому что Даже если у меня получится На это нужно По моим прикидкам С текущей динамикой Около месяца По 4-5 часов Каждый день Вот так вот Ну С выходными Но Дней по 5 в день Вечером Катать Это сейчас пока Товарищи Прощают мне Так себе Микроконтроль Ну потому что Тут Тут можно По шагам Так потихонечку Потихонечку Преимущество Наращивать Чизить можно В конце концов Никто не запрещает Чизить Вот А дальше Что будет сложнее Все сложнее Как говорится И сложнее Поехали Ух ты Ух ты Ух ты Ежик Он что На базу Выходит А ну-ка Не ну это Конечно На такой Карте А он Прокси Проверял Просто Прокси Это да Это возможно Это вполне Возможно Баракон Баракон Достраивает Зелка Я делать Наверное Не буду Лучше Выйти В эксп Сделаю Вид что Выхожу Ага Хотя Я в общем-то И собрался Ничего не меняется Так Надо собраться Ребят Я что-то Расслабился В первую очередь Что В первую очередь Точка сбора Коры Раз Барака Два Кора Пошла Этот Пошел Грейт Не пошел Давай сразу Поставим Здесь Пилон Потому что Он может Тоже выходить Дальше Здесь Адепты Пожалуй Второго Буст На адептов Это третье Аккуратненько Проверяем Где там Марик И где Бункер Отлично Ставим Здесь Пилон Раз Ставим Пилон Дваз На На Нумеруем Он Выходит Это Я понимаю Все Тихо Тихо Не надо Проверяем Что он делает Сц У него нет А вот Понятно В общем Делаем Роботикс Потихоньку Добавляем Второй Гейт Делаем Нет Не делаем Пилон Надо его Периодически Так шугать Он не Расслаблялся Самому Ставить Еще один Сделать Грейт На гейты Ставить Роботикс Ой Что я сделал Ладно Тыкаем По рабочим Дотыкался Видите Ладно Поехали Еще разок Не пойду Я на этот раз К нему Хочу Добывать Газ Тихо Тихо Ничего себе А сколько там осталось Там маны У меня Воу Воу Полегче Тихо Тихо Не надо Убил Два адепта Пожалуйста Мазеркор Пожалуйста Пару гейтов Пожалуйста Тихо Блин Ну что ты делаешь Михаил Ну все было так хорошо Что же ты отдаешь Что так Иммортал Иммортал Буст Буст Вот реально Я сейчас взял Кору отдал вот это поворот а дострелим нас отсюда поражен твои неудачи правильный пилон поставлены насколько хорош насколько только болен да твою налево что-то я не прав здесь ой как хорошо тут прям вообще пилон а тут ясно раз два три раз два раз опачки открываемся я предлагаю сходить веселый под пуш на его извините x так все ладно ты защищаешь просто что-то не удалось такая досада ладно поехали ребят надо не не надо отвлекаться на вот эту тему надо делать рабочих надо сделать подвык от учитывая то что пришел отдался двух этих либераторов отдал если он при этом при всем еще строит базу я просто буду в шоке от его наглости а и вот это плохо нет у него базы ой михаил михаил все казалось проще у меня тупо нет базы все на одном пилоне классика жанра даже оверчаржем не пользует ну в смысле этим бустом как он называется короче давайте не тормозить давайте делаем сумречный совет делаем третью базу третью уже базу делаем сделаем там не знаю мазеркор опять сделаем фаржу что-нибудь у нас настолько все круто что надо просто что же ты делаешь опять а вот это разводы ребят еле отбился фух какой вывод из этой игры можно вынести пилоны в рабочих против тирана должны быть три штуки так три штуки зачем третью сделать 6 гейтов и сдави видишь не нужно даже давить человек сам вышел тер алмазный стратег да это алмаз наверное что-то поменялось в рейтинге в моем хотя он вроде не стал ниже был 1200 сейчас 1450 1450 скоро до фузера дойдем с шоу таймом ну как скоро через 600 зерк just random та же самая карта на этой карте кстати зерги учитывая близость и дуэльность карты любят играть в пул быстрый поэтому всегда против зерга нужно застраивать рампу иначе псы могут очень сильно напрячь идем на раннюю разведку но чаще все-таки здесь выходит в хату причем в одну хату с последующим пулом хачери нет пока да похоже на чиз в общем упустил немножко момент я не смогу не помешать ему помешать ему точнее ой все второе гейт что ну я даже пула нет удачи проверю третью базу у него а вот газ ага столько достроился окей пилончик тут понятно лучше вот здесь вот у газа застраиваться потому что там очень классную позицию зелки могут занимать так пошел сделать под бустом ой стоп стоп яшки вернет к должен заказать давай-ка я же это же до последний рабочий пожалуй еще одного узел к все валим кором бус на кором сюда адепт работаем плетку ставь еще адепт ой псы вот сейчас сюда подходим и вот тут хорошо отбиваться как на рампе прям эти как стоим здоровым как надо сделать только буст мне один зелот столько времени выиграл красавчик только этого кажется будет недостаточно потому что не выстоим ничего я сделал не справился я пацаны не справился надо сейчас совмещать а вот это он не прав конечно то что отдает сейчас собак я на 3 его могу попробовать потушить одновременно естественно ставить где а ну конечно а где у нее 3 а он испугался хорошо но я все равно здесь поставлю пилон тем более вот так вот как вы видите илоны мне нужны надо его еще как-нибудь по возможности попугать чтобы он немножко немножко там так ну по посуетился что ли фаржа старгей давай старгей здесь фаржу и . сбора сюда рабочий но он стоп а я отсюда не могу пострелять я сюда могу пилон поставить вообще вообще круто так но он сюда будет собаками меня разводить поехали ухты так собаки у нас и сделаем нет не грелка давай оракулу сначала рабочие 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 так что не отказывай системам защиты есть успел 2 оверчарджи у этом сколько наубивали сколько рабов я всех же перекликал рабов видели 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 очень круто получилось просто по-царски да он убивает пилон но все они столько жили эти адепты не столько там рабов перебили тут конечно газа у меня не собирается нифига здесь пилон вроде как пока еще пофиг great надо на атаку делать great на рабочих сейчас грелочку наверное вообще корона нужна была открываю гейты не открываю гейты пробую прилететь сюда кора 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 ключевая это кором ухты нифига себе неплохо а можно сумречный совет еще одну грелочку рабочих и выход на третью базу а тут решили псы забежать это не тот размер который он ищет ценные здания естественно ставим в самом авангарде по таймингу он скоро должен да как так то что с пилонами там вечно это беда у меня попробую пошуметь здесь оракулом залететь на нычку куда он мог уже перевести рабов пусто блин да чё делать ну что что ставь базу ставь по тонку ставь гейт дальше great на адептов грелочки адепты на 3 конечно пораньше блин вышел это настораживает хочу сделать какой-то подвыход но они не не уверен что смогу хотя чё не смогу это же ты же ты же все сможешь то проверяет грелочком грелочком о нифига себе воу 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 это что-то 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 неправильно понятно можно рекол сразу сделать короче пацаны кору я спас но там инфестры а я хочу давай там пларов тогда там их просто миллион и он скорее всего делает этих как его он в ультрала вообще выходит инфестейшн пита ему 5 они за своем я думаю надо сейчас выходить в сейчас сейчас что-то я насторожил еще бы роботик сделать у меня два сам речных совета класс темп остым по 2 полетаем 1 2 делаю темп ларов так вы будете второй группы надо привыкать к этому и . сбора второй группы на вторую группу так отводим там плеер пошел до нужен обсе мне во первых для начала чтобы контрит забеганием нужно тут пилонов построить нужно адептов ё-моё он доедает мне nexus и доест собак слишком много надо что-то полезное делать грелками конечно было шторм надо тоже делать еще одного опса пожалуй опец на плохом грелочки 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 проверяют 4 но это так и так и 3 видите не о я еще кажись отдал эти опа нет класс смогу уйти конечно сможешь но не в этот раз так не тормози не тормози не тормози выходи на четвертую у него будут на него будут слоны слонов то как убивать то будем шарами имморталами грелками тоже как вариант все все очень криво у меня вы сами все прекрасно видите это раз два три раз два три раз так 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 пока темп лары только для того чтобы ух ты этот перебор по раба можем опт понятным да собачками неплохо так подъедает всем а я еще нет опять же нужно ставить базу собачки уже грейжен и между прочим и пробки с ними уже так не справляются спокойно ресурсов особо не хватает есть пси но непонятно может дарками мне нужно что-то переламывать перед перед переворачивать в этой черт возьми игре кору я еще отдал я никакой агрессии не права провожу понимаете вот это самая большая проблема он делается что хочет и и и все ох бред лорды ох бред лорды капец так все ох ладно давай хотя бы четыре stalker сделаем раз два три здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь ну собственно все на этом наши полномочия все окончено хотя бред лорды местами биты но у него все лучше у него только в самом начале была ситуация у меня более-менее равная что я не сильно отставал по базе но потерял раз третью потом второй раз потерял третью потом потерял четвертую при этом терпел терял юнитов не понимая вообще что мне в принципе строить по лимиту поздно понял что бруды поздно понял думал что слоны будут как бы стоимость аром посмотрите просто скорость добычи ресурсов на протяжении всей игры вот после того как появляется него x она все у него хорошо ты сиделся ну а куда я мог выйти против инфесторов особенно когда была возможность выход сделать вот по третью я вышел собственно а дальше от вылетели грелки гравди ты конкретно что предлагаешь вот как в этой конкретной игре что надо было сделать чтобы уходить его убивать я не знаю серьезно не знаю темпостов не успевал еле-еле накопил на хотя там просто помогли бы еще разок давайте до второго пара до четвертого поражения а я то что я золото говорит гравди понятно или 11 3 11 3 теран из клана а в фк его звать и против терана чё я хотел что я хотел я хотел батонов попробовать а против либераторов темпостов надо хоть разок сыграть в темпостов ну построить хоть этот юнит раз в жизни хотя бы раз а сколько сейчас времени напишите пожалуйста в это в чатике есть еще команда об чтобы узнать сколько времени идет трансляциями от любопытно сколько мы играем сам часа три на вскидку 13 матчей минут по 15 как раз часа три чуть больше наверное 2 часа 48 минут а ну мы же чизим блин удаст разговор-то короткий да это не показательно не показательно тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо но это мало ой пацаны не знает какую сторону слэш сразу видно кто не уфа как того кто вспомнишь такое мыс доз например да а кто нет кто писал в консоли квейка там 2 3 молодец перепись сейчас идет просто перепись я вот не пойму где у него база что он делает а вот онился а давай так сделаем опах извини он очень я нагло сейчас здесь вы конечно интересно сорвет он рабочих или нет это пошел кора пошла я нычку конечно ставить буду сразу там supply назад еще все неужели испугался зря ты так зря 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 бункер ставит чесим пожалуй вот так поставлю просто и 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 нормальным ну все давай тогда второй газ роботик сыграет на гейты как же он много теряет и чем он боится что я зайду вообще не собираюсь заходить странно что он не видит так вот следующий оверчарж должен быть прям таким ух должен быть ух прям так здесь роботикс как роботикс ок так 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 еще пару гейтов а вот это хорошо тоже вообще халява эти адепты ой зачем я оверчарж кинул кто знает поднимите руку кто знает что я придумать не могу о минком так ну здесь я делаю так здесь делаю так сделаю так вот это возможно и зря ой 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 то ли парашют висевший за спиной да помните как в анекдоте про штирлица но что-то мне подсказывает что это какая-то чертова халява ой ой бункер что-то разобрался ну все делаем тут сталкеров убиваем ну я думаю делать еще третью базу это будет совсем нагло капец какая наглость да надо будет посмотреть что там по графикам доходов сумречный совет еще одного пса против мины которую он там пилит ты молодец терпи терпи подруга что в атаку окей открываем гейты делаем корум ставим так дойдем сразу на третью базу ладно не буду выпендриваться то сейчас действительно еще убьют лучше сделать под варп спокойно адептов а мне хватит на третью базу слава он сейчас придет он здесь иду в атаку здесь адептов пустим чтобы пойми на понял тебя одна проблема об съесть и тут отдается вообще класс но это халява ребята это халява не база у него ничего гг вообще один гейт и столько паники у человека один один приходишь они там бункер один бункер бункер 2 мина бункер в рабах капец supply теряет рабочих выводит а ты спокойно ставишь nexus после гейта периодически там адептов рабочих посылаешь если как хватает это алмаз видимо это без лиги вообще товарищ такая халява просто посмотрите скорость добычи ресурсов вот это вот это появился экспант и уведет начался харасс проблема да сегодня будет фифа я думаю еще ну до поражения играем а потом скорее все переключусь на варкрафт оклик и показывай руки протаса да 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 ну реально самое опасное в этой игре было от него это наличие мины просто вот это самое жесткое что могло там напрячь остальное все ну вышли 3 мародера 4 там 5 мариков в атаку на экспант то ли на 2 то ли на 3 там одна короба могла отбиться при помощи оверчарджа новая кора это фиксит должны конечно и адептов это я щас нащупал имбу и обужи без фотонок ты не майкер фотонок прошла гребщи не строил но общедаем карта хорошая контактная маленькая топа вот этот интересный окей может все таки зелка сделать мне кажется это не лишним будет газ запиливает но в сети нужен у меня плохие новости для него газ мне не нужен а давайте его сразу наверху тогда застроим раз он от рабочих отдает контролит хреново ого полегче так я жду о мантич начал стримить так делаем boost сюда а инженерка он тут поставил просто непонятно поехали раз поехали два блин надо сделать все таки пилон здесь и сюда вывести рабочего на эту базу а вот так вот окей тогда будем ломиться я понял тебе дам давай давай ах ты красавчик ой 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 недоконтроливаем но он правда на эту хрень потратил столько всего у него оставить базу я уже отстрелялся по энергии давай еще разок вот это плохом там много-много-много чем-то было сюда поставить на халду пацанов тихо 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 не надо хочу не достаем бед да не достаем да плохо но но верчашка видите нет я думаю надо делать апсана делать пилон надо делать так я хочу пролететь коры и и там скорее всего отдать просто нет да адепт им смотрим ага и вот он здесь не лучше наверное сделать делаю кору открываюсь а вот это плохо уходим уходим а я пилон неправильно поставил так что я могу я могу взять бесхозных адептов и дропнуть их ему надо поставить здесь базу да как кто а я понял а если поставить пилон прям под давай сталкер подставим здесь пилон открываемся тут дропчик да он непростой а здесь что либератор еще один ну как без таргетата отбиваться от него здесь что хоть таргет ставь да это проблема тоже так все плохо ребят там два этих я не могу построить и отбиться мне нужен старгейт ох без торги так конечно так тяжело а просто очень тяжело могу конечно попробовать так здесь перебор пора бамбить да ой тут тоже я не успеваю он уже очень серьезный плюс по экономике из-за этих моих покатушек так что 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 один феникс для контрения типа либераторов в общем может сразу этот сделаем маяк флотилии да давай попробуем маяк флотилии а уже либератор здесь надо пилон было поставить правильным образом здесь что здесь ничего хорош так кора здесь этот здесь форжу ставлю пилон ставлю что делать что делать сумречный совет пара пилонов сумречный совет для адептов я же ему грейп все еще не сделал давай иммортала пока что на случай если будет танк проверим третью ну так проверим весьма условно я уверен что она есть но а ее нет опа это хорошо а можно посмотреть что у него что своими тремя базами сейчас могу неплохо зайти главное сильно не халявить сделать там давай ой он выходит блин как не вовремя веду сюда корум мне сейчас придется так терпеть ребят но я не вытерплю скорее всего так он сюда надо кору делать да твою налево ну что ж такое почему я рабочих то не увожу кто-нибудь знает да тут хрен хрен тут надо делать конечно же грейд вот такой газа не хватает темпост вроде есть один все в одной группе пофиг раз два три раз два точка сбора сюда здесь открываемся надо адептов сейчас побольше адептов адептов я не знаю зачем мне ураган ураган ё-моё кора кора где кора ураган ну и пролетим по опа аут на здесь ураган я понял тебя авианосец прибыл это что я такое построил ну ладно ты чё давай продолжать а а что это так давай сделаем например грейд на атаку воздуху это раз авианосец к авианосцу тут поля тут газ пилон пилон ты сходи на третью базу убедись в том что там у него да здесь надо поставить промежуточную нычку я полагаю потому что мейн то уже того опять 25 сколько можно терпеть ё-моё тут отбивается одним этим зачем я всеми сюда пришел ну да я понял ну вовремя базу тут влепил ты стой здесь пожалуйста ой минки ой минки может быть я зря в батонов играю кора здесь стоит здесь рабочих не хватает вы идете сюда вы идете сюда тут буст тут готов ой тут не готово ай-яй-яй-яй-яй-яй да нормально опять 25 гад да я очень много ай-яй-яй-яй-яй-яй да наверное зря я все-таки начал делать авианосцев ну хоть темпосту построил да га-га пацаны это все не давайте вернемся в игру посмотрим что как он летает летает быстрее чем раньше наземная цель 33 15 по крупным 48 а где обилка вот это вот о которой говорили или просто поменяли прикольно выходим 12-4 ну по конец видите начинал начинаю сливать все равно хорошо сегодня очень хорошо сегодня на мой взгляд поиграли выбрали с сорокового места на 12 12-4 статистика это просто замечательно обилку давно убрали алё так я же их первый раз строю мне тем более в чатики говорили там типа у них обилка эксперты ну я думаю раз говорят пацаны в чем значит знаю эксперты оказались на проверку в м м в в Продолжение следует...